Ну, как вам сказать, догадываться-то мы все догадывались, и сегодня все можем говорить, что мы знали. Но, в принципе, я знал, что это года-то вот-вот-вот-вот должно быть, но что это будет именно, это я не знал. Ну, как-то, как будто обухом по голове ударили, как пошел для меня. У нас были спланированные поездки, у нас нужно было ехать в Вифлеем, на церемонию тысячелетия христианства. Все это было, понимаете, на милене, извиняюсь. Вот, все это было, ну, единственное, что у меня первое, что было, как-то накануне Нового года, он говорит, ну, если так что-то будет, ты со мной-то останешься. Я говорю, Борис, а куда я денусь? Это уже был сигнальчик такой, что это вот-вот должно быть. Поэтому, когда он это озвучил, он потом пишет книги, что Шевченко, как-то, крыша у него поехала, ну, действительно, немножко поехал. Но ничего, потом встал на место. Сразу была сделана передача, такая спонтанная, мы особо ничего не придумали, она, может быть, и нужна была. Подъехал патриарх, богословил, все. После этого был небольшой, значит, патриарх уехал, был ужин с, ну, обед переходящий в ужин, будем так говорить, с силовиками остался и уехал. И больше он, ну, приезжали мы, естественно, в Кремль, но в кабинете он уже больше никогда не был. Ну, как вам сказать быстро, тут я с вами не соглашусь. У нас было 70-летие, мы его пролетели в 2001 году, здоровье не позволяло. В 2002-м более-менее стало полегче. Владимир Николаевич, давай куда-нибудь ехать. Он не мог сидеть на одном месте. Мы поехали в Китай. На встрече с Зенземинем, Зенземин говорит, Борис, у меня тут есть вот такой классный брайк, говорит, восстановит тебя. Он так посмотрел на меня, он, ну, ладно, и мы забыли. Приезжаем в Москву, открываю газету, в известиях, пол подвала, китайская медицина восстановила Ельцина. Я главному редактору, говорю, что вы пишете. Вы о чем пишете, говорю, как вам не стыдно, говорю, вы что, я понимаю, что вы не патриоты, вам плевать на нашу медицину, но все заслуга в том, что сегодня есть здоровье у Борис Николаевича, в первую очередь нашей медицины, российской, это первое. А второе, если вы такие вещи поймете, рынок, тогда получайте деньги, давайте делиться, хотя бы, значит, с кем, кому это положено. Он испугался. Он говорит, это вот наш автор, там, он корреспондент, давно там работает, мы ему доверяем. Я говорю, доверяй, но проверяй. И сделал опровержение по всем этим каналам. Что было? Действительно, через пару-тройку дней в резиденции, где мы на Желтом море остановились, приезжают два врача, лет так под 70, под 80. Борис Николаевич говорит, что не пойду я никуда, ну, на ИНО, на Ягоде, ну, неудобно приехать, эти врачи там уважаемые, вот вы и идите. Ну, мы под всякими предлогами, что он там устал, туда-сюда, пошли. Ну, так не буду, чтобы не обижать их. Один за руку держит, второй за руку держит, задает вопрос, чем болел, когда болел, когда чего было, когда чего не было, и ставит тебе диагноз. Вот, говорят, какие-то таблетки. У нас разница с наивной возрастом все-таки 7 лет. Она женщина, я мужчина. Диагноз у нас одинаковый. С тех пор, на какие таблетки она стала пить, естественно, попробуем. Я когда не чувствую быстро, как говорится, реакции на это дело, я уже его забываю, и все, весь разговор. Вот, ну, это так, в шутку, если где-то обыгрывать. Вот, поэтому, что? Все, стал ходить больше, промежутки такие, проходы были большие. Поехали в одно место, в другое. Он увидел, что делает Китай. Сумасшедший город, сумасшедший губернатор, потом, который стал все там политбюро, Басилай. Интересные разговоры, под каждым кустом же там солдаты стоят, им нужно честь отдавать. С так лучшей головой же не будешь отдавать. И расходился, и пошло. Я скажу, все шло более-менее нормально. Более-менее нормально. До седьмого года. А потом уже сама изношенность организма, но это уже ближе у этих спрашивать. Я никогда не полезу в эту историю. Мы много с ним ездили. Семь-восемь поездок в году у нас было. Встреч довольно много. В основном, кто приезжал из глав государства, с которыми он работал, тот же Клинтон, тот же Коль. Коля мы даже возили с собой на Байкал. Кретьен, канадец. Да и масса наших. Они бывали у него. Регулярные встречи, посещение театров. Так что шла такая нормальная, хорошая жизнь. Ну, во-первых, он за это время, он ящиками читал книги. Ребята дорогие, это что-то. Он читал, наверняка все перечитал, чтобы можно было. Татьяна Борисовна, бедная, не успевала ездить в магазин и покупать какие-то новинки. Он смотрел массу фильмов. Хоть он особенно, как говорится, не просиживал телевизора, но какие-то вещи через канал Культура он узнавал. Шли, во-первых, ну шли приглашения из таких театров, как те, которые он уважал и которые его любили. Тот же Табаков, та же Волчек, Галина, Большой театр. Они приносили репертуар. Мы обсуждали вместе с ним. Если был интерес, заказывали, поехали. Во время работы у него не было такой возможности. И тоже он с книжкой ходил. Но там больше классиков, как говорится, много что делать. А здесь он читал просто вот, ну, ему интересовала мемуарная литература, ему интересовала литература современная, там эти Устинова. Да я говорю, как вы их читаете вообще? Ну, он интересовался. Вот, он читал. Очень много, он много читал. Вообще он, мало кто об этом знает, он обладал уникальной памятью. Уникальной. Я не знаю, говорил вам Пихоя об этом или нет. Она была его спецслейтером. Они писали-писали, пять раз могли прочитать текст, привезти ему, он потом еще запятую у них не так поставлено найдет. Он был очень грамотным. Он очень много прочитал в студенческие годы, в школьные годы. Вот мы были уже, значит, у него в школе, в которой он учился, встречались уже с теми, кто преподавал ему, конечно, мы не застали по возрасту, но по воспоминаниям, потому что это одно село, как говорится, там люди все помнят в Березняках. Рассказывали, что он в этом плане был просто уникальным. Мало кто знает, что он мог Карла Маркса постранично знать. Он мог спросить, а что у Карла Маркса написано вот на такой-то странице? Он мог ответить. Это тоже момент. А демократичность была, ну, начало вот этих так называемых домостроительных комендатов, вот эти вот первые стройки, которые молодежные для строительства жилья, это тоже сумасшедшее дело. А потом бам-бах встреча с людьми, в спорткомплексе, 4 или 6 часов, столько вопросов, потом на каждый раз ответить. Это было сумасшедшее. Потом он повторил эту ответ, только это было когда. Он потом уже повторил, когда уже, кажется, был в оппозиции. Он повторил это в высшей комсоманской школе. Это другой вопрос. Поэтому у него было зарыто это все. Я говорю, мне самое главное сейчас дожить до того момента, когда откроем центр, чтобы люди могли прийти, взять архив, позаниматься, почитать и понять его. Как вот я пришел в американский архив, сидят вот молодые ребята. Я говорю, что делать-то? Они говорят, бурю в пустыне изучаем. Я думаю, вот это да. Вот если мы до этого доживем, многие вещи откроются о нем совсем с другой стороны. Вот это вот, вот эти первоисточники. Я, конечно, не согласен со многими тех, что сейчас сегодня пишут, что вот там те, которые его выдвигали, выдвигали, вот я на него надеялся. Ну что, выдвигал, ну и возьми, скажи ему. Что тебе мешало? Пели дифирамбы, выступали, одния часть поддерживали. Молодец Борис Николаевич. Вот там врезал на заседание центрального партии. Все припухли. А ребята, давайте выйдем на улицу и посмотрим, что читает народ. Что было написано в московской правде, что было написано в московском комсомольце. Его невозможно было достать. Я работал уже в центральном комедии партии. У нас это улетало в лед. Давайте будем думать, а почему так происходило. Ну, это Урал. Это сумасшедшая земля, разграничения Европы, Азии. Неслучайный этот вот развал земной коры, вылезший и как бы, ну, немножко нас отделивший от Урала, от Востока и Запада. Это вольнодумные люди, которые, посадясь царями, трудовые, деловые, демидовы. И пошло-поехало. И у них там все время было. Они об этом говорили. Только тогда это мы называли кухонными разговорами, но они их прорабатывали. Они думали, не случайно там, смехом там возникал вопрос сходу о создании Уральской республики. Это же не случайно. Так же спонтанно не скажешь там Уральская республика. Значит, она прорабатывалась, она говорила, что это было, где-то видели. И вот это вот... Не-не-не-не, ради Бога, мы не ходили туда. Мы не ходили на этот парламент. Вот. Что там было? Парламент все время бузил. Там были представители. Ему Борису Николаевичу докладывали. Вот. Идти туда, выслушивать, это было себе дороже, потому что все равно он понимал, что ничего толком не добьешься. Его действительно... Он успокоился и принял решение о своей отставке только тогда, когда был избран парламент, который... Ну, хотя бы что-то может говорить в пользу своей... Они все время быть в драке. Если бы выборы опять пошли в раскосок и опять бы был бы раздрай в парламенте, такой, что ни одного... Ведь вы поймите, он вынужден был принимать указы, а указ это не закон. А они законы блокировали. А что такое... Закон не имеет обратной силы. А указ его сегодня подписал, зато порвал. Другой издал. Вот так он работал все эти годы. И когда он увидел, что все-таки в парламент прошла... Вот та часть, которая реально за Россию, которая может, как говорится, принимать ответственное решение, он говорит, ну что, теперь можно и уходить. Пусть работают сами. Целеустремленность, преданность и откровенность. Вот, пожалуй, вот это вот самое-самое дело. То, что вот я всегда поражался. Решил, доверил, сделал. Я на себе это испытал. Подвел, и все. Я считаю, это правильно. Если сам не догадался, то тебе должен кто-то помочь уйти. Ну, руководитель, это, извините меня, это он родился руководителем. Ему еще со студентских лет говорили, что, Барк, тебе надо быть этим, министром. Они ему уже пророчили в те времена. Я вот сейчас встречаюсь с ними уже на протяжении, скольки, знаешь, когда впервые я с ним познакомился. Ну, с 93-го. То есть, уже 20 лет им было по 52-53, сейчас им всем за 70, почти под 80, как Борису Николаевичу. Я же с ними встречаюсь, и каждый раз, если бы они раз обманули, там, что-то подвестили, а то же на протяжении всего одного времени разговор-то ведется об одном и том же, они видели в нем лидера. Видели в нем. Он был лидером. Он, если приходил, он должен был врубиться, он должен был войти в курс дела, и потом, конечно, постоянный поиск. Знаете, вот есть такая категория людей, я хочу везде быть первым. И он хотел быть первым. И все-таки область 10 лет, когда он руководил, она имела красные знамена, ВЦСПС, там это, ЦК КПСС, если он оставался без знамени, он рвал металл, почему у нас сегодня там, мы прогорели там в каком-то моменте. Это характер. Это довица. Да, многие говорят, выскочка, да, самолюбивый, да, вот, значит, там, гордеец, там все. А, извините меня, а как без самолюбия, без гордости, без ценностремленности ты добьешься каких-то успехов? До него эта работа с документами, она не доходила. Это смеялись и вы, потому что действительно вы просто не понимали. Когда сегодня у нас руководитель, не сегодня, а вот, особо, там находится на даче, условно, да, то у никого не возникает никаких вопросов. Никаких вопросов. А здесь не вышел там, что-то, или что-то припоздал, то ты уже все. Работа с документами, да, Сережа молодец, ну, для хохмы была, не хохмы, а просто вот был найден такой подход. Что делать? Да, ему приводилась пачка документов. Он работал, он не приезжал в Кремль. Он работал у себя. Ну, может, это было часто, в какой-то степени. Насколько он на это обижался? Да, думаю, не особенно на эти. Я еще раз говорю, что он какие-то критические, такие вот моменты прессы, он не очень здорово реагировал. Конечно, у него обиды были, я знаю, выходили, когда, условно, он поручает что-то сделать, а тот же вице-премьер уходит и с опущенным лицом, потому что он возлагал на него надежды, а он не сделал. Это, конечно, было ему непонятно. Он, мне кажется, временами понимал, что он принимал, подписывал указы, которые невыполнимы. Я один раз говорил, что вы делаете-то, там указ подписали, а проверять. А что проверять? А он говорит, выполнен не будет. Тот, который вносит, уже знает, что не будет выполнен. Понимаете? Вот трагедия. Это естественно, дорогие мои, если развал союза не устраивает, в парламенте бардак, подход партийный разный. А чем лучше сегодня партия жуликов и воров? Чем это? Да, мы временами ехали, поезд делали, он говорит, скажи, пусть хоть за труд, понимаешь, ну-то с смехом. Но это, он понимал, что это же разыгрывалось, это же тоже подкидывалось, не так же просто. Да, в чем-то виноват, и он никогда от этой вины не отказывался. Он знал, что что-то делается не так, хотелось по-лучшему. Ну, ну не сложилось, вот понимаете, вот под звездой не сложилось. Вот если бы, даже вот представьте себе, вот момент, что у нас нефть стала бы дороже в 92-м, а не в 2000-м. Вот тогда можно было бы, конечно, и совсем по-другому на многие вещи смотреть, и многого спрашивать. И спасибо, что сегодняшний, вот особенно, Владимир Владимирович, этот момент ухватили, и многие вещи стали исправлять, которые были допущены. Ведь той же приватизации, тем, какие моменты, за что его критиковали, что там обогащается, что он обогащил. Ну, вот разработан был план приватизации. Да, он был не до конца продуман. Да, там можно было многое сделать совсем по-другому. Но обратно делали деприватизацию, извините меня, это баби-бун. Ну, условно, я сейчас не буду выдаваться в подробности, потому что там связано с проблемами. Он говорит, что надо построить вот до этого срока, особенно в сроках, вот там 20 или 30 дней, дом сдать, или еще какие-то казармы, я не знаю. Подписали, а это нереально. Это уже было явно под давлением. Подпишите, вот на публику, вот подписали указ, указы там на танках подписывали, помните, вот такие тоже были. Это он виноват, это не он виноват. Это виноват тот, кто тащит этот указ и заставляет его на танки подписывать. Вот это вот, вот эти моменты, они, конечно, очень, вот к этому надо быть внимательны. И молодец там, Владимир Владимирович, последний год, этих вещей, как говорится, не делает. Или вот есть выражение некоторых товарищей, я подписываю, берут у него, я подписал указ. Ну подписал, и опубликуете в прессе, а зачем нам об этом знать, что ты подписываешь? А потом можно подумать, когда говорят, я подписал указ, я тоже с Борисом Николаевичем на эту тему спорил. А кто может, кроме вас подписать-то? Я подписал. Маша пришла, подписала. Я считаю, что мой самый главный вклад, я рад, что мне судьба это позволила, что я создал, и сейчас есть он в стране, существует, и сейчас вот в ближайшее время, может быть, создадим и уже официально ассоциацию протоколистов, которая объединит. Мы создали протокол, мы создали порядок, который позволяет работать в нормальных условиях министерствам, ведомствам, корпорациям, где только это возможно, чтобы организовать работу, организовать работу своего начальника, своего клерка и так далее. И вторая часть, я, конечно, очень счастлив, что с одной стороны несчастлив, что я не успел добиться добро от Бориса Николаевича, потому что он в этом плане был очень скромным человеком, когда я говорил, что надо создавать центр исторического наследия президента. Он говорил, нет, нет, нет. Но в 2008 году мной был, тоже мне говорят, давайте указ, я говорю, нет, только закон. И был принят закон о создании центров, центров, подчеркиваю, исторического наследия президентов, уходящих в отставку. Потому что многие, когда этот закон вышел, стали чуть ли не обвинять и Путина, и Медведю, что это они делают для Ельцина, только Ельцин делает, нет, ребята, это сделано для всех. Если мы пойдем по этому пути, у американцев их сегодня 12 таких центров. И какой бы президент ни был, он президент. Он президент. Его избрал народ. И уважайте. Вот Никсон, пожалуйста, Утергейт, утащить все. Но спасибо Никсону, он положил начало строительства вот этих центров. А давайте-ка мы, сказали американцы, будем строить центр, показывать жизнь президента, и архив будет находиться там. А люди пускай приходят, изучают. Не обольщайтесь, что американцы открыли архивы. Они открывают архивы хуже нас. Они только больше об этом говорят. Они открывают тоже дозированно. И допускают работу центров тоже дозированно. Но они созданы, они работают. И приходишь, и ты можешь увидеть, вот был такой президент. Да, был Утергейт. Ну да, ну был Борис Николаевич. Ну да, ну было, дело связано с алкоголем. Ну было. Ну да, ну дирижировали под эмоциями оркестром. Ну дальше что? Ну не вышли в Шиноне. А если бы этого не было, вообще чем бы критиковали-то его? Я временами задаю вопрос. Субтитры сделал DimaTorzok.